Приветствую! Компания Leco чем-то очень похожа на компанию Xiaomi. Во-первых, она также выпускает свою операционную систему и также они выпускают смартфоны, которые преподносятся как высокопроизводительные, интересные и при этом недорогие. Модель Cool 1 Dual по сути своей очень напоминает Redmi Note 4. Однако, в отличие от Redmi Note 4, который выполнен на базе процессора от MTK, здесь используется более производительный и качественный процессор Snapdragon 652. Давайте посмотрим на комплектацию, посмотрим на внешний вид и перейдем уже к оболочке и тестированию самого устройства. В комплекте ничего необычного. Стандартный набор буклетиков. Здесь у нас есть и рекламка, и гарантийный талон, и небольшой мануальчик. Скрепочка для извлечения лотка с симками. Зарядное устройство, которое меня несколько огорчило, так как выдает всего лишь максимальный ток 1 А. С помощью такого зарядного смартфон заряжается с 4,5 часа. Вы скажете долго, я скажу да, потому что батарея здесь 4060 мАч. На самом деле эта зарядочка выдает даже чуть больше 1 А, то есть тестер показывал где-то 1,16, 1,2 А она выдает на зарядку. Но на самом деле смартфон может заряжаться и большим током. Когда я попробовал включить другую зарядочку, ток был около 2 А, там 1,6, 1,8, иногда даже 2, но потом падал. То есть данная зарядка ограничивает скорость заряда. Возможно это и хорошо, так как при использовании другой зарядки был ток где около 2 А, при этом смартфон сильно грелся при зарядке. При использовании вот этой 1 А он не греется вообще. Ну и конечно же кабель. Кабель USB Type-C. Всё, в принципе больше ничего интересного у нас нет. Коробочка самая обыкновенная. На задней стороне есть технические характеристики, перечислять вам их я не стану. Вы можете посмотреть их в описании. Видите, что смартфон был заказан в том топ. Это видно по характерным печатям. Ссылочку на продавца я оставлю. Перейдём к самому смартфону. Чисто визуально, конечно, мне нравится, если честно, больше тот же Redmi Note 4. Более он какой-то аккуратный и стильный. Leica Cool 1 немного грубоватый. Он такой вот квадратный весь брусок. Такой немного брутальный. Но возможно кому-то это даже покажется плюсом. Металлический корпус. Задняя крышка у нас также из металла. Однако присутствуют сверху и снизу пластиковые вставки. Это нельзя назвать минусом. Но, конечно же, если бы корпус был цельнометаллический, было бы гораздо лучше. Двойная камера. Двойная вспышка с двумя светодиодами разных оттенков. И чуть ниже сканер отпечатков пальцев. Он у нас такой вот зеркальный. Видите, на нём достаточно сильно отражаются мои отпечатки пальцев. Ну, не очень эстетично смотрится. Но к работе сканера претензий у меня нет никаких. Считывание очень высокое, очень точное. Под любым углом. То есть, можно и вверх ногами. Сканер очень хороший. Ну, не хуже и не лучше, в принципе, чем в том же Redmi Note 4. Где также всё работает идеально. Я сравниваю с Redmi Note 4. Так как у меня этот смартфон был на обзоре около месяца назад. Я считаю их очень похожими. И по техническим характеристикам. Они находятся и в одной ценовой категории. Поэтому я и далее буду сравнивать. Возможно, кому будет интересно. На правой грани у нас кнопки управления громкостью и блокировки. На левой лоточек с сим-картами. Смарт поддерживает работу с двумя симками. Оба формата nano. Расширения памяти нет. В нижней части у нас видим решёточки под динамики. На самом деле у нас динамик здесь один. Во-вторых, в отверстиях спрятан микрофон. Разъём USB Type-C. В верхней части разъём под наушники. И также видим окошко инфракрасного порта. Также здесь какое-то идёт копирование смартфона во Xiaomi, который эту фишку продвигает практически во всех своих моделях. Ну, как бы сходство, видим, очевидное. Так, лицевая часть у нас на первый взгляд кажется огромнейший экран безрамочный. На самом деле это не так. Здесь рамки скрыты под цвет экрана, чёрный. Ну, если его включить, то будет видно, что рамки достаточно большие. Большие, и кому рамки не нравятся, здесь они точно не понравятся. Давайте теперь его включим. Здесь уже заблокирован мой, введён мой пальчик. Видим, разблокировали смартфон. И первым делом, конечно же, обратим внимание на экран. Это главная фишка, одна из главных фишек, естественно, этого смартфона. Поэтому, конечно, на экране здесь не сэкономили. Очень контрастный, очень яркий, очень чёткий. С углами обзора также всё отлично. Вот шарики. Видим, что, в принципе, под углами изображение никак не меняется. Качественный экран. По диагонали на чёрном свете есть, конечно, засвет. Но его видно только на чёрном цвете. Так, теперь, конечно, вы можете обратить уже внимание и на рамки, которые здесь очень сильно бросаются в глаза. Особенно это видно на каком-то белом фоне. Вот, видим, да? Не маленькие рамки. Меня лично это не напрягает, но кому-то, возможно, это будет важно. Так, экран здесь 1920х1080 пикселей. Детализация 401 ppi. Ещё одно сходство с компанией Xiaomi – это операционная система. Здесь она своя. Точнее, операционная система используется здесь, конечно же, Android 6. Но оболочка здесь EUI. Версия 5.6. Как вы знаете, у Xiaomi есть своя оболочка MIUI, а здесь EUI. Может быть, от слова Emotion, Emotion UI. Так, давайте зайдём в настроечки, посмотрим информацию о телефоне. Видим, Android 6.0.1. Версия EUI 5.8.0.17. С стабильная. По поводу прошивки. Прошивал я сам. Смартфон пришёл ко мне только с частичной русификацией. Было переведено в менее 50% приложений и всех меню и настроек. Мне это не понравилось. Тем более, стояла 0.14 версия. Какая-то магазинная прошивка. По инструкции с FOPDA я прошил на последнюю версию. Здесь русификация, ну, наверное, 95%. Очень мало непереведённых каких-то моментов. По каме с прошивкой я очень и очень доволен. В системе есть, конечно же, свои фишки. Она гораздо интереснее стокового Android. И так же, как и MIUI, обладает широкими настройками. Ну, во-первых, перерисованы все иконки, как вы видите. Во-вторых, допустим, у них нет верхней шторки. Через верхнюю шторку можно лишь попасть в управление уведомлением. Вы можете включить или отключить уведомления любого приложения. Будь то даже телефонная книга, смс или какое-то приложение. Чтобы попасть в привычную к нам шторку с настройками, нужно нажать первую кнопку. Во-первых, в верхней части здесь видим быстрые ярлычки, такие быстрые, которые прокручиваются. То есть, здесь фонарик, компас, там, ну, все, что хотите, можно использовать. Здесь есть также свои настройки. Также управление плеером, а вот чуть ниже уже наши ярлычки. То есть, включение интернета, включение Wi-Fi, режим полета и все остальное. Далее, чуть ниже список открытых приложений, которые мы с вами запускали. И также есть чистилка оперативной памяти. Вот если мы нажмем, все быстренько очистится. Так, далее, перейдем к производительности. Давайте заглянем в приложение CPU-Z. И быстренько ознакомимся с характеристиками. Так, здесь Snapdragon 652. Это 8-ядерник, 4 ядра по 1,2 Гц, 4 ядра по 1,8 Гц. Видеоускоритель 510 адрена. Что еще по памяти? В моей версии 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной. Что еще? Ну, давайте зайдем в Antutu Benchmark. Посмотрим на результаты теста. Набирает около 82 тысяч. Можем посмотреть детальную информацию. В 3D почти 20 тысяч. UX 29. CPU 26,5. И RAM 6-7 тысяч. Ну, там результат немного плавает. Так, ну, я заскринил большинство тестов. Поэтому мы не будем тратиться на заход в каждый. А просто перейдем сразу к моим скриншотам. Это результаты Geekbench 4, сингл-кор 1456, мульти-кор 340. Так, здесь показывается, в каких местах. Так, рендер скрипт скорой 3418. Это компьютер тест в бенчмарке Geekbench 4. Epic Citadel. Epic Citadel у меня на Ultra High Quality 58 кадров в секунду. На High Quality 59,6 кадров в секунду. Давайте я запущу несколько игрушек. Буквально по несколько секунд вы оцените качество видеоускорителя, качество графики и возможности смартфона. Первая игра Dawn of Titans. Достаточно интересная стратегия. Здесь видим, что есть масштабная карта. Все очень плавно переводится. Переводится. Вот мы можем потягать, уменьшить, удалить. Игра очень крутая. Не знаю, я решил потестировать на ней телефон и подвис у нее на несколько часов. Сейчас мы быстренько зайдем в какую-нибудь битву. Очень и очень здесь мелкие юниты и их очень много. То есть, сражения происходят здесь массовые, масштабные. Получается такое своеобразное месиво. Допустим, сейчас я абсолютно всех своих направил в атаку. Можно, конечно же, приближать. Ну, в общем-то, игра работает без каких-то намеков на тормоза. Следующая игра это Asphalt Extreme. Так, настройки графики максимальные. Игра полностью на максимальных требованиях, без тормозов идет. Последняя игра это, конечно же, World of Tanks. На максимальных настройках графики выдает примерно, как видите, 42 FPS сейчас. Ну, иногда меньше, иногда больше. Если добавить, уменьшить графику, выставив средние настройки, поубирать эффекты, то уже около 60% выдает. То есть, в принципе, данный процессор можно считать игровым. Ну, сейчас меня быстренько увалят. Вот и все. Как видите, FPS плавал от 45 и выше. Что хочу по поводу связи сказать. Разговорный динамик очень качественный. Слышно собеседника хорошо. Меня слышат также хорошо, что говорит о отличной работе микрофона и шумодава. Шумодав расположен второй микрофон. Вот у вас в верхней части, в верхней вставке, на задней крышке. Далее, прием Wi-Fi достаточно неплохой. В принципе, ничего необычного. Есть также у меня скриншоты. Сейчас я покажу. Это максимальное отдаление от роутера. Дальняя комната, две стены. Это соседняя комната с роутером, одна стена. И комната с роутером. Со скоростью скачивания никаких проблем нет. Где-то 50-60 Мбит. В дальней комнате 30 Мбит. Так, что по поводу 3G-связи. Также ее проверил. Сделал скриншотик. Сейчас вам покажу. На загрузку 17, почти 18 Мбит. На передачу чуть более 4. Но это, конечно, более уже вопросы к операторам. По крайней мере, работает стабильно. Переключение на нужную сеть происходит без задержек. Спутники. Навигация. Холодный старт. Время первой фиксации составило 5 секунд. При этом было найдено 31 спутник. 21 из них был в работе. Точность 3 метра. Видим карту спутников. Конечно же, смартфон выделяется своей камерой. Камера здесь Dual. То есть, сразу две штуки используются. 13-мегапиксельная. Апертура F2.0. Использование двух камер позволяет минимизировать количество шумов. А также использовать здесь режим SLR. С интересным таким эффектом. Я сейчас вам покажу. Зайдем в галерею. У меня здесь уже есть снимки. Смотрите. Первый снимок сделан на камеру. Ну, стандартно. А вторая с включенным режимом SLR. Видим. Задний фон у нас получается размытым. При этом передний фон резкий. Такой эффект можно получить, используя зеркальный фотоаппарат. Теперь его можно получить просто на смартфоне. Итак, смотрите. Вот на каждой фотографии, которая была сделана в режиме SLR, если нажать, можно увидеть такой вот значок диафрагмы. Если мы перейдем на него, нажмем, то появится вот такой вот ползуночек. И передвигая его, вот смотрите, мы добиваемся... Вот я убрал на минимум. Задний фон у нас резкий. Теперь делаем, например, максимум. И задний фон у нас размывается. Можно получать какие-то промежуточные решения. То есть, небольшое размытие. Или почти резкое, или сильное, или максимальное размытие. То есть, все это можно сделать прямо из галереи. А потом уже сохранить понравившийся вам результат. Субтитры сделал DimaTorzok Последнее, о чем хотелось бы, конечно, сказать, это батарея. Здесь она на 4060 мАч. Я сделал различные тесты по автономности. Давайте сейчас вам быстренько покажу. Итак, первое. Это Antutu Battery Tester. Яркость максимальная. То есть, максимальная яркость. Здесь она очень высокая. 8370 очков. График разряда. И видим, что время работы экрана 5 часов 1 минута. Именно столько длился тест на максимальной яркости Antutu Battery Tester. Далее, Geekbench 3. Видим модель Coolpad C106. Это так называется наш Cool1 Leica. Тест длился 10 часов и 9 минут. И 6093 балла. Результат. Работа экрана, как видим, здесь 10 часов и 9 минут. Следующий у нас скриншот. Это Epic Citadel. Максимальная яркость. Имитация высокой нагрузки. То есть, игры какой-нибудь. В режиме демонстрации Epic Citadel проработал 6 часов 22 минуты. Это на максимальной яркости, напомню. Так, далее. Видео. Я запустил видео в максимальной яркости. Звук через наушники. Громкость. Ну, комфортная для прослушивания. 8 часов 48 минут воспроизводился фильм по кругу. После того, как я уменьшил настройки до средних. Это комфортно для просмотра в помещении. Время выросло до 17 часов 57 минут. Очень сильно влияет яркость. В режиме, так сказать, обычного использования. Что я могу сказать. Хватает на двое суток очень активного пользования. Двое суток. Я заряжаю смартфон раз в три дня. При более умеренном использовании смартфона хватает на 3-4 дня. Без проблем. Саморазряда ночью практически нет. За ночь 1% идет потребление. То есть, очень хорошая автономность. Здесь никаких проблем нет. Итак, подведем итоги. Назову самые значимые для меня плюсы и минусы. Плюс, конечно же, это в том, что производительность высокая здесь. И при этом используется не MTK Helio X20, а более продвинутый, более стабильный, надежный Snapdragon 652. У него гораздо мощнее видеоускоритель, чем у того же Helio X20. Поэтому он больше подойдет для игроманов. Adreno 510 здесь полностью рвет любую Mali. Конечно же, двойная камера. Отличная дуал камера с 13-мегапиксельная. Она делает классные снимки, которые можно редактировать прямо из галереи, используя такой эффект смены заднего фона. То есть, сделая его более размытым или более резким. Здесь, в данном смартфоне, это называется SLR-режим. Это также плюсы, как и, в принципе, качественная запись видео в 4K и Full HD. Далее, третий плюс, это, конечно же, батарейка. Батарейка 4060 мАч, которой хватает на двое суток активного использования или четыре дня умеренного. Теперь назовем минусы. Минус первый. Значит, довольно слабенькая зарядка, всего 1 Ампер. С помощью этой зарядки заряжается 4,5 часа. Далее, второй минус. Это, конечно же, прошивки. Так как смартфон продается официально только в Китае, он не идет на экспорт, то, соответственно, нет международной глобалки. Ну, вот, в принципе, и все, что хотел я рассказать вам о данном смартфоне. Задавайте вопросы, возможно, что-то упустил. Ставьте лайки для меня, это очень важно. И подписывайтесь на мой канал. С вами был Злой. До новых встреч!